в адмиралтейство завезли новый способ убить в хлам лучший крейсер советов подумал я на днях и провел пару тестов чтобы по итогам взвешенного разностороннего разбора в хлам разнести эту чудо модерку которая со старта мне уже казалось спорной но в процессе меня осенило как же мы недооценивали суть этих изменений и докажу вам это дальше но перед этим напомню что на связи все еще ваш лосман гетфан а этому видео ну очень нужны ваши лайки чтобы не утонуть в морях всемирного интернета кнопочка чуть ниже а теперь к сути модернизация бронебойных снарядов с баллистическим наконечником устанавливается в 6 слот петропавловска и дает бонусные 10 процентов урона бронебойным снарядом увеличивает точность залпа через уменьшение 10 процентов разброса но отбирает при этом единицу снаряжения и скоростренность которую мы получали модернизации стандартного билда если пропустили обзор на петруху кстати рекомендую глянуть по подсказке корабль очень классный и чтобы выжать из него максимум силы лучше знать все его особенности хотя бы до тех пор пока вы не накопите очки исследования на эту модернизацию но теперь вернемся к оценке первая реакция на эти бонусы было нафига морскому котику баян петро и без модернизации совершенно точно не похож на косое корыто и в табличных значениях уже сейчас на 10 уровне это один из эталонных в плане точности крейсеров что только лишь было доказано последующим настрелом в тренировке где я решил расстрелять методично крейсер минотавр замерив попутно и количество попаданий и точность в условиях когда нужно выбить максимум цитаделей за минимум попаданий и как вы видите разница с модернизации и без в точности практически незаметная учитывая что вместе с этим по сути бесполезным бонусом вы еще и теряете очень важное нужное снаряжение коих на петропавловске и так немного был полон разочарованием в отношении потраченных очков исследования для создания этого видео но потом понял тест в трене яйца выведенного не стоит потому что он не раскрывает в реальности эффективность повышения точности и вот почему эффект повышения точности будет заметен только лишь на максимальных дистанциях виду основ механики позвольте загружу вас механическими нюансами но чтобы вам при этом было не тошно сделаю это на фоне красивого боя который был сыгран именно на этой модернизации радиус разброса уменьшается эквивалентно дальности стрельбы точнее на максимальной дистанции в базе радиус разброса сто семьдесят семь метров на 10 километрах 95 метров а благодаря тому что бонус модернизации идет процентным то получается что максимальная польза на повышение точности будет чувствоваться только лишь на крайних дистанциях где реальная разница цифрами срежутся весьма заметно а точнее 18 метров мне кажется вполне неплохо а вам напишите в комментариях видите ли вы разницу в поведении снарядов я к примеру заметил потому начальный тест с обстрелом минотавра после осознания этой идеи мне показался абсолютно бесполезным с другой стороны именно этот тест показал мне еще одно важное преимущество преимущество модернизации а точнее в количестве залпов для достижения нужной цели обратите внимание сейчас не на большие цифры точности а на маленькие количество выстрелов тот же урон один и тот же а снарядов потрачено меньше ну а данный параметр как мне кажется становится сильно важнее если при этом рассматривать разницу при анализе логики рандомного боги петруха это тот корабль который бьет редко но старается делать метко на это влияет не самое большое количество стволов да и дпм тут высокий только если сравнивать совсем уж тяжеловесами у которых залпы раз в полминуты с каким-нибудь демоном петруха не будет соревноваться также геймплей дпмный тут невозможно реализовать из-за слабых фугасов которые как мне кажется порой добавили просто для галочки в итоге получается что для того чтобы реализовать этот крейсер на уровень выше среднего приходится чаще не стрелять чем стрелять чтобы подловить именно цитадельные залпы потому потеря дпм снятием модерки 6 слота уже не кажется такой трагичный случае с петром дпм как мне кажется повлияет на ваш геймплей только лишь в случае когда противник игнорирует угрозу и держит борт открытым что согласитесь бывает не часто куда чаще противники после засвета стараются отвернуть потому ну очень важно сделать сразу первый залп исключительно болезненным в чем и помогает повышенная точность и повышенный урон снаряда по бонусам конечно хотелось бы больше чем было сделано ведь далеко не каждый залп цитадельный но деваться некуда разрабы выдали именно эти цифры и они в целом с измеримы сейчас остается только лишь довольство тем что логически данный бонус аккуратнее ложится на общую тактику петрухи и позволяет перестать гоняться за дпм и отдаться полностью тактики охоты за цитками единственное что осталось неоспоримо по итогам теста это повышенная уязвимость в плане живучести очень надеюсь что в будущем данный добавь будет убран как и было сделано в случае с кремлем но кажется это беспочвенные мечты потому что в отличие от кремля которого супер модерки готовили на сближение где как воздух требовалась дополнительная живучесть петруху напротив суперкой готовит к более длительной дистанционной фазе потому такого явного противоречия в бонусах вот тут уже нет потому я и не жду что добав в будущем уберут хотя если она и случится то только потому что тесты на большом рандоме покажут что петруха стал заметно слабее в сравнению с базовой раскачкой но лично мне так не показалось просто потому что перекрывая открывшуюся уязвимость живучести я сам пришел к более длительной дистанционной фазе во время которой получалось более тщательно продумывать моменты для врыва и отступления и потому в итоге оказалось что живучесть корабля даже стала выше раньше на петро мог легко податься соблазму и выйти в волу ло в надежде на маскировку но теперь тактика то ушла в прошлое кроме того нельзя забывать про бонус кузнецова с которым дополнительная хилка не всегда и была нужна потому получается что дебаф если и будет сильно мешать реализации кораблю то только в случаях когда вы не смогли или не захотели пересадить сюда кузнецова об остальных случаях эффект может даже оказаться обратном потому сейчас некоторой тенью сомнения я все-таки даю в итоговой оценке модернизации рекомендацию к приобретению но только после того как вы возьмете кузнецова и посадите на петруху до тех пор смотрите только лишь на свои возможности хотя если вам нравится тактический бой и вы не сильно упарываетесь на сближение то возможно даже и без кузнецова все будет как надо ну а вот поклонникам веселого ололо я рекомендую катать дальше в стандартном билде это супер модернизация скорее всего сделает ваш геймплей менее результативным так как технически улучшение корабль в общем то и не получает а вот ослабление получает весьма заметные а что думаете вы по итогу этого разбора модернизации пишите в комментариях я же буду закругляться и напоследок поблагодарю бустеров которые поддержали выход этого видео в особенности короля марии чинчипоса а еще адмиралов константина пучкова параноика алексей емельянова дмитрия виноградова костика тошлыкова михаила рубцова денчика иванова тему казаринова и максим антюхина большующее вам спасибо и пусть ваши залпы всегда находятся тадели на этом точно все пока пока и до связи в новых видео на тв get fun